МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Сергей Демченко, я живу в Белозерке, и я скульптор по металлу. Я уже 11 лет создаю скульптуру из металлолома. Для меня это было новое. Хоть как бы я художник-оформитель, художник, имею понятие, но с металлом никогда так плотно не связывался, тем более в таком стиле. Попробовал, понравилось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сложность в чем была, потому что это первая работа. Не было того материала, с которого можно было бы сделать, и она такая была, ну, немножко бедноватая, скажем так, под честом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый материал я на прем металлолома приезжал, заходил, спрашивал, а можно, говорю, походить, поискать, чтобы купить, не сдать, а купить материал. Ну, на меня, может быть, смотрели, думают, интересный человек. Люди сдают, а я покупаю. А потом, когда я показывал фотографии, что я с этого делаю, когда зеленый свет, заходи там, ну, разрешают, разрешают. Я покупаю, все нормально. И выбираю то, что мне надо, как бы. Вот буквально недавно один человек позвонил, привез мне металл, чтобы я с этого что-то сделал, какие-то скульптуры. Ну, как, я его в лицо знаю. Он нашел меня, привез на своей машине, на, делай, твори. Вот такие есть люди, которые идут навстречу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы сделать какую-то скульптуру, надо иметь какое-то желание. Выбираешь объект, что сделать хочется. Например, богомола, да? Я смотрю варианты, что делают люди. Смотрю, как выглядит богомол в жизни, в природе. Выбираю форму. То есть, старайся делать, чтобы он не был просто богомола, а чтобы какое-то движение было. Ракурс такой интересный. Красавчик такой. Есть наткнение. Я его делаю. Нету, я чем-то другим занимаюсь. То есть, каждая работа, она не так, что я взял и там в течение месяца ее сделал. Люди отзываются позитивно, что есть идея повезти детей, пофотографироваться, показать эти работы. И это радует, что твой труд, то, что ты бывает где-то в гараже мерзнешь, где-то там пыль, грязь. И когда это радует людей, это подбодряет и дает внутренний позитив, такой, что не зря. Я считаю, что это искусство, потому что вот из металлолома такого, да, сделать красоту, это же все какие-то ненужные запчасти, которые, ну, просто бы загрязняли и веками бы перегнивали. Очень интересная людина, напевно. У него очень, напевно, какие-то там нужно в голове мать, кто все докупы скласти. Даже независимо от того, что они металлические, да, немножко страшные, конечно, но дети все равно любят и нравятся, поэтому это круто, что они сделали так. Подобалось, как они сделаны, как автор попросил с материалом, как они сделаны с деталями, которые не могло было уявить, что они примут такую форму, и это будет для них другая жизнь. Моей дитине подобается дивиться, потому что это просто великий динозавр, або птеродактиль, або велика людина. Мне кажется, что это было бы интересно, если их поставить по разных локациях в городе, возможно, делать такие мацепушки, то это могло бы быть такой особенностью Херсону. Это не просто сварить просто какие-то детальки, похожие на какое-то животное. Реально, вот если стоит какая-то скульптура, она петух, значит, петух, там, скорпион, как скорпион. То есть это просто металл, который превращается потом в красивую вещь. Да, мне нравится варить эти скульптуры, хотя есть большие недостатки, это грязный металл, но конечный результат он перекрывает все эти недостатки.